МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Герман Токарев о главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Владимир Путин обратился к населению в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом. В Донском регионе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Каковы перспективы признания дачного товарищества «Мичуринец-3» микрорайоном города? Владимир Путин обратился сегодня к нации из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас уже зафиксировано 658 случаев заболевания. Самый большой прирост был отмечен за последние сутки. Это 163 человека. Больше всего заболевших в Москве – 410 человек. В связи с этим глава государства внес коррективы в планы развития страны и жизнь россиян. Голосование по поправкам в Конституцию будет изменена схема выплаты больничных, исходя из суммы не менее 1 мрот в месяц до конца года. Будут объявлены каникулы по потребительским и ипотечным кредитам без штрафных санкций в случае падения доходов более чем на 30%. Пособия по безработице увеличат с 8 до 12 тысяч рублей. Отсрочка малому и среднему бизнесу по налогам, кроме НДС, на ближайшие 6 месяцев. Для микропредприятий отсрочка также по страховым взносам. Мораторий на 6 месяцев на подачу заявлений о банкротстве для компаний из пострадавших от коронавируса отраслей. В два раза будет снижен размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30% до 15%. По словам Путина, эта мера на данный момент бессрочная. Все выплаты доходов в виде дивидендов, уходящих в офшоры, будут облагаться адекватным налогом 15%. Первый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Ростовской области сегодня, 25 марта. У пациентки, которая 21 марта вернулась из Таиланда с признаками болезни и была доставлена в инфекционный бокс. Какова ситуация в Азове, сообщил главный врач Центральной городской больницы Вадим Бритковский. На сегодняшний день у нас под наблюдением находится 272 человека, 30 уже сняты по истечению карантина. Каждый день кто-то новый прибывает, с ними проводится соответствующая работа. При малейшем подозрении на данную инфекцию человек изолируется или же, если невозможно изолировать, то есть изолируются все контактные. Поэтому работа ведется. На сегодняшний день лабораторно подтвержденных случаев на территории города Азова коронавирусной инфекции отсутствует. Нет. Как мы говорили ранее, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации перенесено с 22 апреля на неопределенный срок. Во время вынужденного карантина, объявленного на следующей неделе, у азовчан будет время вникнуть в суть предлагаемых изменений. Действующая Конституция Российской Федерации была написана в 1993 году. В числе большого авторского коллектива несколько десятков представителей США и Западной Европы, по настоянию которых появились статьи, препятствующие развитию государства. По словам депутата Государственной Думы Виктора Водоладского, назрела необходимость внести изменения в главный документ. Во-первых, в данной Конституции было принято о том, что международное право превалирует над государственным. Ни в одной стране мира такого нет. Всегда впереди стоит суверенитет государства. Нам же записали о том, что мы подчиняемся всем международным решениям. И сегодня наблюдаем, когда в период санкций на нас подают судебные иски те компании, которые заведомо готовят фальшивые требования, иски и сотни миллионов, миллиардов, даже долларов сегодня Россия обязана выплачивать по несуществующим международным отношениям. Также не прописаны четкие гарантии сохранения целостности государства. В новой редакции четко и внятно прописано, независимо от того, кто завтра будет управлять нашим государством, правительству, Государственной Думе, Совету Федерации, не дано никому право хотя бы сантиметр нашей земли передавать, отдавать в рамках тех или иных соглашений. По словам депутата, нынешняя Конституция не защищает социальные права человека. В зависимости от экономического положения могут быть урезаны обязательства государства перед определенными категориями граждан. Государство обязано выполнять все социальные обязательства, независимо. Есть наполнение бюджета, какой у нас прирост экономики. Это защищено Конституцией. И каждый человек должен понимать, что ни одно правительство, ни одна Государственная Дума теперь не может уменьшать или урезать или приостанавливать вопросы, связанные с индексацией пенсии, социальной защиты населения. Впервые в сферу публичных отношений включаются вопросы местного самоуправления. Сегодня далеко не все полномочия, переданные органам местной власти, финансируются. Если будут приняты поправки, это положение изменится. Вот теперь в Конституции прописана сквозная публичность органов власти. И субъект федерации, и федеральный центр обязаны будут оказывать поддержку органам местного самоуправления для выполнения их полномочий или для решения тех задач, которые передаются полномочия, но не финансируются деньгами. У нас таких очень много примеров. Не вполне понятна необходимость поправки об обнулении президентских сроков. Виктор Водоладский пояснил, это не означает, что Владимир Путин обязательно будет баллотироваться снова. Принимая такую поправку, мы с вами не говорим о том, что нынешний президент Путин пойдет с 2024 года на новый срок. Мы сегодня говорим о том, что он может это сделать, если государство, и президент об этом сказал, если государство будет находиться в очень тяжелой ситуации. Если Россия сможет справиться с пандемией, выйти из экономического кризиса, укрепить внутреннюю безопасность, то в 2024 году мы, вероятно, выберем нового президента. Татьяна Ивашенко, Алексей Покатило, Азов.Инфо. К другим новостям. Территория, на которой расположено бывшее дачное некоммерческое товарищество «Мичуринец-3», входит в границы муниципального образования город Азов. Возможно ли в настоящее время признать ДНТ микрорайоном, узнали наши корреспонденты. 10% от общего населения Азова прописаны в бывшем ДНТ «Мичуринец-3» и небезосновательно считают себя азовчанами. Еще в 2010 году мэр Сергей Бездольный издал постановление о присвоении адресных наименований нескольким десяткам вновь образованных улиц и переулков с целью упорядочения системы адресации на территории города. При этом отделу строительства и архитектуры предписывалось произвести графическое оформление и внести изменения в ситуационный план Азова. Документ дал основание жителям «Мичуринца-3» надеяться, самое большое на юге России бывшее ДНТ станет частью города и новые улицы будут приняты на баланс. Давно перебрался работать в Ростов и даже стал почетным гражданином Азова Сергей Бездольный, а его постановление так и осталось невыполненным. У нас есть микрорайон в городе, который как бы не относится к городу, но однако там есть депутат Бондаренко, и это его округ. Там живут люди, почти 7 тысяч жителей, насколько мы знаем. Там есть очень много детей, у которых нет школы, нет инфраструктуры, ничего не развивается. Чтобы развить инфраструктуру, надо сначала поставить на баланс города улицы и все остальное. Но этого сейчас никто не делает. Сегодня во время заседания городской думы глава администрации Владимир Ощепкин дал пояснение по этому вопросу. В соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования города Азов, территория Мичуринца находится в территориальных зонах Р2, это зона дач, и Р4, зона природных ландшафтов. Ну, коллеги, кроме того, мы с вами прекрасно знаем, что город Азов сегодня не имеет административного отделения на районы, поэтому вопрос, в принципе, о признании садоводческого от товарища микрорайона города как таковой не стоит. Более того, сегодня еще до конца не завершена процедура ликвидации юридического лица, что тоже по-прежнему создает определенные правовые коллизии в определении статуса этой территории. Также глава администрации отметил, генеральный план Азова, выполненный в 2009 году, определяет перспективы развития города до 2025 года, но не содержит информацию о присоединении бывшего товарищества к жилой застройке, либо перевода садоводческой территории в территорию селитебную, то есть предназначенную для строительства жилых и общественных зданий, дорог, улиц, площадей в пределах города. Тем не менее, жители бывшего ДНТ Мичуринец-3 с помощью общественных организаций намерены добиться решения своей проблемы. Татьяна Иваченко, Алексей Покатило, Азов.Инфо. Продолжается сбор денежных средств для молодого азовчанина Евгения Казакевича, которому из-за серьезного заболевания требуется аппарат для неинвазивной вентиляции легких стоимостью 720 тысяч рублей. На сегодняшний день собрана большая часть необходимой суммы, осталась самая малость. Более подробно о сборе средств нам рассказала мама Евгения Елена Казакевич. Из 50 тысяч мы собрали 20 тысяч, остаток остался у нас 30 тысяч. И спасибо всем, кто нам помогает, спасибо, кто поддерживает нас, спасибо всем горожанам города Азова. И хотела сказать, что спасибо этой фирме, которая закупает эти аппараты. Она пошла нам на уступки, она как бы выслала нам аппарат. Аппарат должен прийти вот на этой неделе. Мы ждем, нам поставит компания ПЭК его домой. Вот, все, как бы верят, что мы вернем эти остатки 50 тысяч. Все, и прошу вас, пожалуйста, дорогие азовчане, поддержите нас в остатке в этой сумме, чтобы мы могли вернуть деньги организации, которая закупила нам этот аппарат. Спасибо всем, что вы нас не забываете, поддерживаете, что вы с нами. Пожалуйста, помогите нам. Все желающие помочь Евгению приобрести жизненно важный аппарат могут перечислить денежные средства по указанным реквизитам. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсор прогноза – Донская юридическая коллегия. Профессиональная юридическая помощь в арбитражном суде. Звоните и сообщайте нам интересную информацию. Будем делать новости вместе. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч. Донская юридическая коллегия. Полный спектр юридических услуг. Защита прав потребителей, семейные дела и наследство, автоюрист, представительство в суде, сопровождение сделок, помощь дольщикам и многое другое. Переулок Олега Кашевого, 28. Первый этаж, офис 12. Донская юридическая коллегия. Многолетний опыт работы и команда профессионалов. В четверг, 26 марта, ясно. Температура днем плюс 12-14, ночью плюс 5-8. Ветер северо-восточный 8-9 метров в секунду, влажность воздуха 38%. Уровень воды в реке Дон на 103 сантиметра, ниже отметки 0. Температура воды в реке плюс 6 градусов. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова